МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню, что сегодня ОНФ является, пожалуй, самым влиятельным общественным движением в России. Десятки вопросов и практически 4 часа живого общения. На конференцию регионального отделения Общероссийского народного фронта собрались 130 участников. Бизнесмены, учителя, врачи, работники учреждений культуры, многогранной профессии и, как следствие, темы, поднятые без цензуры на дискуссиях шести рабочих групп. Например, в преддверии 2017 года экологии в России представители ОНФ добились ликвидации мусорного полигона в черте Ёшкоролы рядом с деревней Мышино. Сейчас самое время поговорить о санитарном состоянии лесов и береговых зон водоемов, о рыболовстве и незаконной рубке леса. Если лесной участок и часть водной акватории отдано в аренду, то здесь арендатор и субъект федерации должен контролировать. И, наверное, чтобы не было незаконных рубок, что нужно сделать? Подготовить сырье для разжигания костра, то есть устроить место. На тематической площадке «Общество и власть» говорили о совершенствовании системы государственного управления, качестве дорожного покрытия и списке аварийных улиц, в их числе, и перекресток Советской Хасаново, на котором часто совершаются наезды на пешеходов, и пересечении улицы воинов-интернационалистов с Кирова. На этом отрезке дороги активисты ОНФ предлагают разрешить поворот налево не только с крайней левой полосы, но и со средней, а впоследствии внести предложение по расширению дороги по улице Кирова. В рабочей группе «Качество повседневной жизни» не по-сеннему жарко. Здесь обсуждали проведение капремонта в многоквартирных домах и не только. Как оказалось, вопросов у населения больше, чем ответов. Это нестандартная конференция с десятком скучных докладов. Организаторы придали встрече свой эффект, что принципиально. По итогам будут сформулированы общественные предложения. Их направят в адрес правительства Республики Мариел. Коснутся они сферы здравоохранения, доступной среды, образования, сохранения и развития культурного наследия Мариел. Кстати, предложения поступят в том числе и от нового имени. Новым сопредседателем регионального отделения ОНФ назначен Александр Кузнецов, директор Юж-Каролинской школы номер 29. Он уже не первый год курирует сферу образования. По итогам прошлого года, те общественные предложения, как мы их называем, были, которые направлены, они на 80% выполнены. 20% не выполнены, наверное, только из-за того, что здесь, ну, надо признать честно, требуются не только региональные какие-то изменения, здесь еще и требуются достаточно серьезные федеральные изменения. Вот в этой части пока есть моменты. Из того, что уже удалось решить, это создание системы общественных советов при органах исполнительной власти, вопрос газоснабжения, первой и третьей очереди в деревне для многодетных семей в районе Абшак-Беляка. Здесь, кстати, уже построен газопровод протяженностью 2700 метров. Активно ведутся дорожные работы. На эти цели за счет средств Республиканского дорожного фонда. В этом году предусмотрено 15 миллионов рублей. Под контролем регионального штаба ОНФ остаются долгосрочные предложения, связанные с транспортным обслуживанием населения республики, в первую очередь льготников.